Всем привет! Это FreeStudio21.com. Перед нами очередная порция глаголов с предлогами. И, значит, нам предлагают, как всегда, вставить предлоги и получить какие-то фразы. Итак, he was angry and started shouting at me. Он был сердит и начал кричать на меня. Вот это дело – кричать на меня. Обратите внимание, что мы говорим на, но они говорят at. Далее, I've searched everywhere for John, but I haven't been able to find him. Я бы сказала, всё в поисках Джона, но не смогла его найти. Итак, здесь у нас будет стоять for, потому что всё, что связано с поисками – look for, search for – это всегда for. Всегда. Когда у вас поиск, у вас всегда for. Browse for, допустим. Browse for – когда вы ищете что-то где-то в базе данных или что-то в этом духе. Далее. Кен очень ревнив. Ему не нравится, когда его девушка разговаривает с другими мужчинами. И здесь у нас будет to. Здесь у нас будет to. И что у нас здесь ещё? Так, у меня подозрение, что здесь… Ха, здесь не всё так просто. Дело в том, что здесь нет контекста, поэтому достаточно трудно понять, что имелось в виду. Одно дело, если у меня talk, talk to – это заговаривать с кем-то, обратиться к кому-то. Заговорить с кем-то. Или же обратиться к кому-то. И другое дело, если у меня будет ситуация, когда, допустим, я разговариваю с кем-то. То есть, ну, разговариваю полноценный разговор. Здесь может быть ещё with. Вот к чему я веду. Здесь может быть with как вариант. Почему? Нет контекста, поэтому не совсем понятно, о чём идёт речь. Далее. Я пока не хочу никуда выходить. Ну, гулять в смысле. Или даже не гулять. Просто не хочу никуда пока выходить. I am waiting for the post to arrive. Ага, вот оно. Я ожидаю прибытия почты. Итак, wait всегда ставится с for. Всегда и везде ожидать чего-либо. Wait for. Мы говорим без предлога, они говорят с предлогом. Далее. Please, don't shout at me. Be nice to me. Значит, здесь полное повторение примера. Shout at. At. И только at. Shout at. Пожалуйста, не ори на меня. Будь... Веди себя прилично. Далее. We passed Tom as we were driving along. Мы проехали мимо Тома машиной. I shouted. Вот здесь внимание. I shouted to him, but he didn't hear. Я крикнул ему, но он не услышал. И вот здесь очень интересная ситуация. Только что мы говорили, что shout, кричать на кого-то, это shout at. Но здесь не ведитесь, пожалуйста, смотрите всегда контекст. У нас не на кого-то кричать. У нас не на кого-то кричать, а кому-то крикнуть вдогонку. Просто окликнуть кого-то. Вот это выражение можно перевести как окликнуть. Я окликнул его. Окликнул его. Или крикнул ему. Крикнул ему. У нас, заметьте, тоже есть разница. Одно дело кричать на кого-то, и другое дело крикнуть кому-то. Далее. Шестое. Что у нас здесь есть? Ann doesn't write, по всей видимости, to. Doesn't write to her parents very often, but she phones them at least once a week. Так, значит, что мы здесь... Так, сейчас я выберу себе цвет, а то у меня уже все зеленое. Так, я, наверное, синеньким. To поставлю. To her parents. Она пишет... Значит, Ann не пишет родителям очень часто, но она звонит им как минимум раз в неделю. А вот звонить, друзья мои, без предлога. Phone me. Call me. Если речь идет о телефонном звонке, это без предлога. Ну, что на это скажешь? Так, оно... Такова реальность. Далее. Can I speak to you at a moment? Can I speak to you at a moment? There is nothing I want to... There is something, sorry. There is something I want to ask you. Могу я с тобой секунду поговорить? Я кое-что хочу тебя спросить. Итак, здесь у меня будет to. To. Значит, что здесь имеется в виду? В принципе, это почти тот же самый случай, что во втором предложении. Можно понимать это как заговорить с кем-то. И другой вопрос, поговорить с кем-то. Это, в принципе, то же самое. Поэтому я думаю, что здесь тоже можно поставить ввысь. Хотя, to все-таки как-то... Ну, не знаю. Мне нравится больше to. Наверное, потому что оно короче. Далее. Восьмое. Sally is often not well. She suffers from severe headaches. Сэлли очень часто не здоровится. Она страдает от сильных головных болей. И здесь, как ни странно, все дословно. Здесь будет from. From. Она страдает от. Далее. Девятое. The police haven't been searching. Have been searching. They can't recite for the missing girl. Ага. Повторяется все. Значит, здесь опять search. То же самое, что в первом. Поэтому здесь я смело ставлю for, потому что речь идет о поисках. Полиция обыскала всю округу в поисках пропавшей девочки. Далее. Десятое. Опять же ситуация, когда у нас может быть to и может быть with. Со всеми глаголами, которые обозначают разговоры, можно with, можно to, потому что можно говорить. Обращаться к кому-то, а можно разговаривать с кем-то. Точно так же, как поговорить и разговаривать. Вроде как то же самое. Далее. Одиннадцатое. Так. I don't want to discuss what happened last night. Так. А тут никакого предлога не надо. I don't want to discuss what happened last night. I want to forget about it. Так. Сейчас я подвинусь вниз, а то ничего не видно. Так. Значит, я не хочу обсуждать то, что случилось с прошлым вечером. Я хочу об этом забыть. Да. Здесь никакого предлога не надо ставить. Абсолютно не нужно. Далее. We are going out for a meal tonight. I must phone. Так. I must phone the restaurant to reserve a table. Так. Что же мы здесь поставим? Что же мы здесь поставим? We are going for a meal tonight. I must phone to the restaurant to reserve the table. Позвонить в ресторан. Ага, стоп. Нет. Здесь не надо никакого предлога ставить, потому что phone, во-первых, не ставится предлоги. У меня было очень сильное искушение поставить to. To. Но to здесь ставить не надо. Почему? По логике вещей, почему иногда хочется так? Мы привыкли, что перед местами, какое-либо место, какой-нибудь пункт назначения, должен быть предлог, который показывает направление. Но имейте в виду, что когда у вас стоит phone, звонить без предлога. Поэтому, пожалуйста, не делайте дурацкой ошибки. Здесь предлог не нужен. Поэтому забудьте о всяких ту. Вот такое интересное упражнение. Опять же, примерно половина на половину. Но все-таки, по-моему, большая половина переводится не дословно. Поэтому, опять же, повторюсь. Возможно, кому-то уже это надоело, но я повторяюсь. Заведите себе какую-то блокнотик, тетрадочку и туда коллекционируйте все эти глаголы с предлогами. Так оно будет гораздо лучше. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Спасибо за внимание.